Я действительно провел 9 лет в советских тюрьмах и лагерях по политическим обвинениям по статье 190-й прим, по статье 70-й. Это какие годы захватило? Это 75-й, 80-й и потом 83-й, 87-й. Ну и мне действительно, я не просил об этом, но в какой-то момент обнаружил в почтовом ящике извещение из Генеральной прокуратуры о том, что я реабилитировал. Ну, в году 89-м я прочел сообщение о том, что реабилитирован генерал КГБ Судоплатов. Я решил, что для меня оказаться в одном списке с генералом Судоплатовым было бы не совсем правильно. Вот, и написал, и вот, он написал соответствующее заявление в Генеральную прокуратуру. Тогда газета «Известия» напечатала мое заявление на эту тему. Я никогда не пользовался никакими льготами, положенными людям реабилитированным. Не получал от них никаких денег, не получал никаких бесплатных трамвайных билетов. Сергей Иванович, расшифруйте, пожалуйста, как звучала статья, по которой Вас подвергли заключению тюремного. Эти обе статьи были примерно одинаковые. Это распространение заведомо ложных измышлений, поручащих советский общественный и государственный строй. Примерно так, просто, ну, на самом деле, информация о том, что в России происходит. 70-я статья, в отличие от 190-й прим, является, во-первых, особо тяжкой по той градации, во-вторых, предусматривает сознательный умысел. Если, ну, по 190-й прим можно было, там, получить три года, и получали люди за то, что они слушали радио «Свобода» или «Дойче Велле», и, скажем, в компании со своим соседом, или что-нибудь ему пересказывали, то 170-е предусматривало точное знание, ну, по закону точное знание, что это неправда, но вот ты, тем не менее, это распространяешь. На самом деле, естественно, советские органы никогда не обращали внимания на то, есть умысел такой или нет. Это умысел подрыва советской власти. Вы сказали о том, что Вам пришлось в определенный момент просить политическое убежище для Вашей жены и дочери. А почему сами не уехали? И по-прежнему, и сейчас в России. Ведь многие уезжали и не возвращались. Ну, да, ну, во-первых, ну, с одной стороны, существовали вполне практические причины. Еще была жива моя мать, это был 95-й год, которая никуда ехать не могла, и оставить ее одну я в Советском Союзе... Никуда в России не мог. Вот, ну, кроме того, как различно меня, в общем, разными способами уговаривали уехать и выгоняли из страны очень много лет, по меньшей мере, начиная с 80-го года, когда в один прекрасный день я обнаружил, сразу после освобождения первого из тюрьмы, я обнаружил в почтовом ящике, что тогда было совершенно фантастично, видит ли, вот, присланные из Израиля приглашения для всей семьи, вот, воссоединиться с несуществующими родственниками, причем моя теща Зоя Александровна Кудрячева была названа там Зоя Абрамовной, вот, в общественной. В те времена никакие письма не приходили. Ну, потом у меня был надзор, я не мог жить в Москве, я жил в Боровске, в 100 километрах от Москвы. Мне объясняли милиционеры, потом выяснилось, кстати говоря, что это было в совершенно одной и той же форме и мне, и Тулемарченко, что вот, ну, почему же вы не выезжаете, ну, вот, вам же здесь все не нравится. А что я ему говорил, да нет, мне все не нравится, мне вы не нравитесь, а так все остальное ничего. Так что к тому, что выгоняют меня, я привык за очень много лет. А как общество реагировало на вот такое отношение к вам? Ощущали вы как-то, какую-то поддержку не только со стороны своего ближайшего окружения, а со стороны каких-то общественных организаций либо политических групп? Подучите, когда? Ну, вот на протяжении всех вот этих вот, может, течения какие-то, которые вас поддерживали. На протяжении всего периода, когда вы подвергались репрессиям? Нет, ну, знаете, это все-таки было очень разное время. В советское время, конечно, существовало, на самом деле, кроме, ну, второй раз я был просто осужден за издание бюллетеня ВЭП, это был основной источник информации и тогда о положении в Советском Союзе. Хроники текущих событий практически не существовало. Елена Георгиевна вынуждена была распустить хельсинскую группу, то есть были арестованы практически все, и это была достаточно большая группа с разветвленной сетью корреспондентов по стране, то есть с одной стороны были действительно близкие люди и сотрудники, которые, ну, где была вообще поразительная, как вообще в диссидентском мире атмосфера братства и взаимной любви, и, кроме того, существовало, конечно, общество, которое, в общем, очень поддерживало и морально, и даже практически, ведь надо учитывать, что, скажем, в том же Солженицинском фонде, который тоже был очень разветвленной организацией по стране, фонде помощи политзаключенным и их семьям, на самом деле денег Александра Исаевича, особенно вот в последние годы, было очень мало, потому что они не доходили, получить это было невозможно, все эти деньги собирались, в общем, по всей стране, и это было тоже практически, кроме всяких других форм, практическим выражением помощи к диссидентам. Вот. Ну, а что касается уже времени перестроечного и нынешнего, то это уже совсем другая ситуация. Конечно, были всегда какие-то общественные организации, которые, с которыми мы сотрудничали, и с которыми мы были близки, но надо сказать, что тем не менее гласность всегда находилась в наиболее жесткой конфронтации с государственными структурами, поскольку мы всегда занимались наиболее сложными и неприятными проблемами. создавали международный трибунал по преступлениям в Чечне, проводили конференции КГБ вчера, сегодня, завтра, и с 93-го года повторяли, что роль спецслужб не уменьшается в России, а растет, и что они медленно, наверное, идут к власти, чего тоже никто, кроме самих спецслужб, слушать не хотел. Вот, и поэтому, в общем, все-таки у других общественных организаций все складывалось гораздо благополучнее, их не громили, как гласность систематически, они хуже ли, лучше ли, но до последнего времени сравнительно мирно и спокойно существовали. Но все было не скамяче. Субтитры создавал DimaTorzok